И о спорте. В Кайкинском районе начались всероссийские соревнования по парашютному спорту на Кубок Российской Ассоциации Героев. На аэродроме в Новой Кайкинсе собрались около сотни спортсменов из разных уголков мира. Соревнования в республике проходят уже во второй раз. За мастерами наблюдала моя коллега Зумруд Гамидова. С самого утра соревнования находились под угрозой отмены. Обрушившийся дождь и сильный ветер поначалу не позволяли выполнять парашютные прыжки. Но капризы природы не испугали смелых спортсменов. В кабине самолета проверяют экипировку, инструктор дает последние указания. Набрав нужную высоту, один за другим они прыгают с высоты почти два километра. Даже если ты мастер спорта, а твой прыжок тысячный по счету, эмоции все равно будут зашкаливать. Ну и эйфория. Почему? Конечно, ты всегда получаешь удовольствие от любого прыжка. Состояние эйфории, небо это всегда прекрасно. И всем советуем заниматься этим видом спорта. Он довольно безопасен, поэтому welcome. Все к нам. Спортсмены в прямом смысле гуляют по ветру, пытаясь найти с ним общий язык на высоте. Только 10 секунд свободного падения, а дальше профессиональная работа. Здесь мало приземлиться, нужно это сделать максимально точно. План прыжка строится изначально на земле, а в воздухе просто придерживаешься этого плана, говорит Сергей Серегин. За его спиной уже более двух тысяч прыжков. Ощущения новичка уже прошли, уже страха как такового нет. Всегда думаем о задании, что нам судьи дали на этот прыжок, какое задание выполнить, думаем о нем. О страхе думать некогда. Залог успеха, по словам спортсменов, в годы тренировок. Впрочем, Дагестан располагает всеми условиями для развития парашютного спорта. Эти соревнования нас обязывают подойти от оборудования этого аэродрома уже с профессиональной точки зрения. Здесь инфраструктура нужна соответствующая, но всем этим будем заниматься. Интерес у парашютистов не только России, но и международного уровня очень высокий. Я думаю, что здесь будет развиваться парашютный спорт. Герой афганской войны Александр Салуянов, тот самый ботяня Камбат из одноименной песни группы «Любе». Именно его выдающиеся подвиги легли в основу этой всеми известной песни. Два с половиной года он командовал воздушно-десантным батальоном в Афганистане. О нелегкой и опасной службе знает не понаслышке. Значимость этих соревнований очень большая. Мы надеемся, что еще в следующем году, год юбилейный, мы повысим статус соревнований до международных и выполним свою задачу. Одна из задач – это повысить имидж и авторитет республики, потому что здесь каждый носитель информации. Пусть он приедет и расскажет, что из себя представляет республика Дагестан. Помимо экстрима, здесь же для гостей и участников соревнований были организованы шатры с угощениями и национальные майданы. Разбор полетов будет 1 октября. Здесь подведут итоги и назовут лучших из лучших. Впрочем, сами спортсмены говорят, свою главную награду на этих соревнованиях они уже получили – головокружительный полет над Дагестаном. Зумруд Гамидова, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Кайкенский район.